Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece, по счету у нас идет 363 серия, но прежде чем мы приступим к ее просмотру, не забывайте, если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, подписываться на телеграм и на твич, все ссылочки находятся в описании под каждой реакцией, а я же всем желаю приятного просмотра и давайте смотреть дальше. Ну что, как вам то, что вас связали, ваша жена Хамо? Че опять обратился? Мы этого не видели. Хотя не, видели, он же держал, точно, извиняюсь. Опять ты про какого-то, Санджи? Сиди и молчи тут. Пас, пас, пас. К вашему сожалению, у этих парней исчезли воспоминания о ваших Хамо. При создании этих зомби тень помнила какие-то старые желания, но скоро они достигнут полной синхронизации, и их человечность исчезнет. Теперь они мои послушные зомби. И они выполнят мои любые приказы. Я сильно разочарован. Ты очень злой, Хокбак. Да, Чоппер. Когда-то ты сохранил очень много жизней. Ты был лучшим доктором на Земле. Даже твои тёмные исследования. Смерть. Она приходит внезапно. Кто-то умирает, а те, кто ещё жив, у них остаётся большая рана. Душевная рана навсегда. Если бы они воскресли, пусть, хотя бы на очень короткое время. Даже если с помощью чёрной магии. Ты сделал бы много для людских сердец. Поэтому, когда ты сказал, что воскрешаешь мёртвых, ты стал для меня восхитительным человеком. Болван! Зачем так далеко заходить ради других? Каким я раньше был, таким я и остался. Я настоящий гений! Ради денег я занимался лечением. Ради денег. Пациенты стали приезжать ко мне со всего мира. Но они стали надоедать. Спаси бабочку. Спаси ребёнка. Спаси любимую. Как они мне надоели. Это раздражало. Я мог вылечить тех, кого не могли вылечить другие тупые докторишки. Ты понимаешь, как это плохо быть гением? Хочешь, восхищайся мной, хочешь, нет? Но грубо разочаровываться во мне. Если ты не прощаешь меня, как доктора, разрушившего твои идеалы, значит ты ничего не понял, тупый олень. Ты собираешься учить меня, как быть доктором? Кто сказал, что я учу тебя? Для меня ты не доктор больше. И я не принимаю таких зомби. Они уже умерли, а ты управляешь ими. Никакие они не живые. Тебе нравится играть их жизнями? Спаси. Заметили, как Чоппер? Ну, то есть, любой другой где-то как-то именно на его месте, да? То есть, это показывает нам Чоппера такого, каким он является. Показывает его где-то какую-то именно душу, да? Потому что где-то какой-то другой, то есть, тот же самый Зора, если кого-то бы возненавидел настолько, он просто сказал бы, что убьет его, да? Тот же самый Луфи сказал бы тоже, что наваляет ему. И каждый сказал бы, что вот где-то как-то именно наваляет. Чоппер же делает это крайне где-то как-то именно культурно, да? Он объясняет все от начала и до конца. Именно показывая тем самым свою душу. То, что ты, Хокбак, был для меня чем-то великим, чем-то таким, к чему нужно стремиться, кем-то, кем я восхищался на протяжении всего этого времени. Именно вот как доктором, как личностью, человеком. И даже по прибытию сюда, после того, когда ты сказал, что ты воскрешаешь мертвых, я начал восхищаться еще больше, потому что в понимании Чоппера это доброе дело, где-то как-то именно служить какую-то услугу, сделать такую вот услугу тому, кто лишился какого-то своего там любимого, да, воскресить этого любимого. Это дорогого стоит. Но, собственно, и подвел итог. То, что он не считает его за доктора, не считает его где-то за какого-то гения, и ненавидит его идеалы, потому что его идеалы — это деньги, которые он получал где-то за лечение, потому что в понимании Чоппера доктор — это прежде всего тот, кто не за деньги, а просто-напросто за идею, за то, кем он является, и за того, что он доктор, за то, что он верит в это, он попытается помогать людям. Вне зависимости от того, сможет тот либо иной человек заплатить за эти вот услуги. Ну, то есть Чоппер — это истинный доктор. Всем сердцем и душой он именно вот доктор. И он вот это пытается пояснить Хокбеку. Не с точки зрения где-то какой-то там грубости или еще чего-то, а просто вот так вот, типа вот так вот по фактам, пытаясь где-то как-то найти какой-то отголосок души у Хокбека, но у него этого нет, у него этого нет, и Чоппера это очень сильно разлит, и что-то мне подсказывает, что нас ожидает где-то какое-то сражение непосредственно именно Чоппера против Хокбека. Ну, посмотрим. Что за ужасные слова? Ты сам видишь, как они двигаются? Говоришь, мертвы? Так и говорю. Доктор Чоппер, их волшебное воскрешение я считаю чудом! Как ты можешь говорить мне, что они мертвы? Смотри! Не двигайся! Ну давай, подлежи-ка наш пол, Синдари! Да, Хокбек сама. Это то, чего Чоппер терпеть не будет. А мы знаем, что такое Чоппер в небе. В ту комнату, доктор Чоппер. Это моя комната. Там много фотографий из жизни актрисы Виктории Синдари. Я был очарован ею очень долго. И не только я. Мужчины всей страны влюблялись в нее. Что ты это? Все готово, доктор! Извините меня, я смущен тем, что пациент пришел мне пуговицу! Мне не сложно. Неужели он ее, допустим, убил для того, чтобы... Вы очень хороший доктор! Теперь я опять здорова! То есть что, если она ему отказала? Где-то в каких-то отношениях, вот в чем-то таком, да? И он убил ее для того, чтобы сделать вот таким вот зомби, который будет постоянно рядом с ним и будет целиком и полностью ему подчиняться. Будет в его власти. Что если так? Где если это так, то это будет последняя капля. Именно для Чоппера, для того, чтобы... Просто вы не видите его до такой степени, что... Дороги назад уже не будет для Хокбака. Она была очень популярна. Любила свою семью. Была чьим-то ребенком и женщиной. Ну, это женщина. За все мои старания, за мою помощь ей как доктора! Она сказала мне, что обручена. Так она не обязана была за это тебя где-то как-то любить. Вскоре я увидел ужасные новости. Синдари умерла. Я не знал, что сказать. А, ну хоть не ты наложил на это руки. И тогда я встретил этого человека. Моего господина Геккаморию. Доктор Хокбак, одолжи мне свою силу. И тогда я взошел на корабль чудотворца. И на этом корабле я смог вернуть Синдари к жизни. Не ее, а ее подобие. Синдари к жизни. у меня вопрос также почему она прошита перешита везде повсюду ведь по факту он вот он ее выкопал и у нее нет ничего никаких не порезов нигде ничего абсолютно и если бы в нее просто-напросто вселили тень она продолжила бы быть вот такой вот то есть откуда вот все эти швы заплатки не знаю есть так можно назвать откуда все это и почему и зачем мне тебя не хватает и и украл ее тело и получил повинующуюся мне синдари все тарелки должны исчезнуть тарелки ее личность меня не интересовала я хотел ее красоты и вот вам зомби синдари тян она также счастлива как и я потому что она снова смогла стать живым человеком что-то она не шибко счастлива и ты называешь это человеком прикажи ей остановиться сейчас же человек который потерял свое сердце больше не человек ты оторвал ее тело от покоя и создал настоящего монстра все твои зомби очень печальны только поэтому я не могу простить тебя что ты можешь знать о жизни с такими мизерными познаниями медицины чиндари чиндари тянут убей его сейчас же есть вы станете моими марионетками будь счастлив доктор чоппер после своей смерти ты станешь помощником доктора которым ты восхищался квадратные тарелки 1 2 3 он я так и знал что он не ударит ее что он не сможет ее ударить он не видит ту которую надо спасти а не победить хочешь бог боге он видит того кого нужно . тв теперь еще пусть не убить но одолеть чтобы он прекратил заниматься тем чем занимаются бури а я сомневаюсь что что-то подобное будет в этой арке вряд ли он примет этих три рамбл бола да ну да можно было бы сказать что ситуация где-то какая-то патовая безвыходная и что силы чоппера которые у него есть на данный момент даже в случае принятия там одного-двух этих вот рамбл болов этих сил будет недостаточно для того чтобы одолеть зомби внутри которых санджи и зоро при этом не забываем про хок бока и синдери да то есть справиться с ними всеми он бы не смог этих сил было бы недостаточно но вполне вероятно было бы достаточно тех сил которые которые полу которые он получает случае принятия трех рамбл болов но первое это плохо для повлияет на его самочувствие да может быть в какой-то степени там не знаю там сократить жизнь или еще что-то да ну то есть это очень опасно при этом он в таком увлечье будет представлять угрозу также и для робин да потому что он не будет видеть не союзника будет видеть также врага то есть чоппер крушить и все и пошло поехало вот но и плюсом ко всему он уже был нам показан не так давно в арке они с лобби правильно и вряд ли в эту арку добавят еще что-то подобное то есть если когда-нибудь еще в дальнейшем будут добавлять чоппера который именно сошел с ума и принял три рамбл бола вернее принял три рамбл бола и по итогу типа сошел с ума то это будет более каких-то таких прям значимых где-то каких-то моментах ну поймите меня правильно да не то чтобы сейчас не происходит ничего там где-то как-то значимого нет я не а я не это имею ввиду а просто в более каких-то таких вот эпичных что для моментах то есть этот момент не похож на такой в котором чоппер превратился бы такого монстра и то есть я просто-напросто сейчас сижу себе и думаю где и как он будет сражаться сможет ли он что-нибудь противопоставить каким-то образом просто я не вижу никаких вариантов при которых он сможет как-то добраться до хокбака и сразиться с ним один на один и надо недооценивать ее только в случае сезона возрастает вместе с бруком с фрэнки тебе не нужно слушаться этого придурка я тебя убью ты несчастная хоть уже и умерла что подумали бы родители узнав это отпусти же твои раны залатаны тебя заставляют драться ты унижаешь своих родных отпусти даже если ты постоянно действовала по зову сердца ты бы дала телу стать марионеткой тогда почему же ты все еще не веришь своим глазам просто смирись это мечта всех людей воскрешение после смерти человека можно воскресить только потому что они движутся в них нет ничего от себя века больше свободы да с ними даже обращаются не как с людьми такое ощущение как будто бы у них что-то проснулась рубин дай побыстрее соли пинг пёс жигало защитите синдори какой на хрен жигало их убить ну то есть они все равно да что-то что-то в них чуть-чуть промелькнула чуть-чуть чего-то что не связано с подчинением да как будто бы что-то в них проснулась часть их души что ли вот что-то такое да но они все равно не могут пойти против подчинения под коем они находятся но то что вообще хоть чуть-чуть что-то вот такое вот проявилось дает понять да не только это даже то что было показано в прошлом серии рюма по собственному желанию избавился от той тени которая находится внутри него и дает ему жить значит каждый из них тоже способен на это то есть подчинение море не полноценное то есть и он не может полностью подчинить именно душу того в чье тело он сует эти тени то есть если пробудить в этих телах их какую-то вот человечность да они способны противостоять этому подчинению и добровольно лишиться своей тени и вот какая-то это вот часть в них сейчас проявилась после слов чоппера значит нужно просто-напросто где-то как-то додавить додавить надо надавить сильнее додавить до конца для того чтобы они очнулись от этого сна неудачи чоппер 208 фунтовая пушка прекрати зора 12 лепестков опять шволочь не поможет я убью всех на пути зачем ты постоянно меня атакуешь в этом плане решил доебаться кто мешает я исполняю приказ до приказ господина но это нам знакомая ситуация для нас знакомую ситуацию остановитесь сейчас же мы должны работать вместе пробин робинка довольны если ты не можешь отменить предыдущий приказ мне интересно что же с ними произойдет что произойдет если ты им ничего не прикажешь вполне вероятно самоуничтожиться ну то есть друг друга это как-то именно покалечит и убить или по крайней мере будут в таком положении что можно будет эти двое все равно не могут работать сообща да удивительно это башня довольно высокая почему ты не попробуешь приказать нам выпрыгнуть отсюда ну если ты этого хочешь я тебе с радостью прихожу давайте прыгайте просто выпрыгните с этой башни с разбега не понял есть нет не вы же что посмотрим кто быстрей теперь нам легче общаться если объяснение произошедшего это то что хокбок просто тупорылый окей я это приму наверное но как можно быть настолько тупорылым ну то есть ну как при них их тени робин и чоппер их тени их воля они люди они не воскрешенные они не зомби то есть она просто им говорит почему ты нам не прикажешь выпрыгнуть и он говорит это не понимая то что это будет выглядеть как приказ и этому приказу подчиняться те кто находится в его подчинении то бишь зомби в которых санджи и зоро не честно не пойми тебя неправильно но эта ситуация выглядит из ряда вон ну то есть я мог бы предположить много разных вариантов как по итогу справились бы санджи и зоро то есть может быть типа там усоп пришел бы тогда там зоро и фрэнки пришли бы там санджи там где то как то пришел еще где то вот это вот бы я мог предположить что кто то их по итогу отвлечет кто то их где то как то озадачит и можно будет попытаться сразиться с хокбоком но то что это произойдет вот таким вот образом ну это из ряда вон серьезно как то даже и обсуждать наверное этого не буду просто это выглядит ну глуповато это выглядит глуповато так что если это просто тупизм хокбока ну признаем тогда что он ебнутый нахуй наглухо на голову и окей и тогда примем то что произошло но это пиздец вы тупые придурки вы смогли обмануть меня жалкие людишки к слову о зомби к слову о зомби когда луфи пообщается с море и все будет закончено единственное кого я хочу побить это ты хокбок щи 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 дари задержи их ненадолго я хочу убежать почему ты не слушаешь не бойся умереть за меня я дам тебе новую тень к ней возвращается ее я а 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 мое тело не двигается синдари а в наруто есть наруто терапия здесь у нас есть чопера терапия да а 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 и и стр и пока что на что что в каждом теле зомби в которых находится та либо иная тень все равно в этих телах также есть и душа а э которая спит и которая может где-то как-то проснуться и э э перестать подчиняться энэ э э гека море нам это дали понять В общем, сама по себе речь Чоппера была неплохая, да, неплохо именно показали и изобразили Чоппера, который возненавидел Хокбака, да, и причину, почему он его возненавидел, то есть все это описали, показали историю Хокбака, что тоже немаловажно, и в принципе хорошо, что это добавили, да, чтобы мы частично и его понимали где-то как-то именно как персонажа и чем, как бы, что им движет и так далее. Да, единственный момент, к которому можно было бы где-то как-то передраться, это конкретно именно момент, когда он кричит прыгнуть с башни, это единственное, к чему можно придраться в этой серии, а так в целом серия сама по себе неплохая, вот, но и добавить мне к ней нечего и сказать нечего, поэтому, ребята, просто на этом буду заканчивать и буду со всеми прощаться, надеюсь, что вам понравилась эта реакция и всем доброго дня, доброго вечера, увидимся уже. Совсем скоро, в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok